Причины конфликта между сотрудниками ГИБДД Петербурга и представителями синих ведерок, который закончился дракой, теперь будут расследовать работники прокуратуры. Соответствующее заявление потерпевшие написали сразу после инцидента. Напомню, защитники прав автомобилистов решили снять беседу с инспекторами на видеорегистратор. Однако, заметив это, офицеры стали избивать активистов общественной организации. О последствиях такого общения подробнее Артур Ламидзе. Руководство полиции Петербурга отреагировало на инцидент с избиением сотрудниками ГИБДД активистов общественной организации, защищающей права автомобилистов. Все трое уволены из органов внутренних дел. Такая же жесткая мера дисциплинарного действия принята в отношении начальника отдела ГИБДД города Колпина и его заместителей. Кроме того, нескольким сотрудникам колпинского отдела полиции объявили выговор о непосредственной начальнике агрессивных инспекторов понижен в должности. Внутреннюю проверку контролировал общественный совет при МВД. Позиция главка в данном случае была, на мой взгляд, очень правильная. Никого не покрывать, никого не защищать, максимально разобраться в ситуации объективно и, соответственно, если есть виновные, этих виновных наказать. Но даже для непосредственного участника проверки до сих пор остается загадкой, за что людей так жестоко избили. Я прямо вот в ногах у инспектора валяю говорю, помоги, пожалуйста. Он ничего, говорит, я ничего сделать не могу, сейчас вызову второй экипаж. Ну вот, они меня бьют, кричат, чтобы я отдал видео ногами. Я стою, как могу, опять вокруг инспектора бегаю, они меня опять догоняют, уже трое окружают, догоняют. Далеко от инспектора тоже убегать не могу, потому что меня там вообще могут убить. Для тех инспекторов, что не вмешались и не остановили расправу, санкции могут ограничиться лишь увольнением. А вот для остальных участников инцидента это только начало. Пострадавшие активисты «Синих ведерок» сразу после случившегося обратились в прокуратуру. По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело. Артур Ламидзе, Игорь Баринов. Место происшествия.